Всем доброго времени суток, с вами Элис Рос, продолжаем переходить с 4 пути к шалаве, и сегодня у нас много планов, как минимум один из них это достроить немножко дом, мы заработали с вами деньжат, поэтому я считаю мы можем улучшить наше жилище, меня в целом почти все в нем устраивает, кроме того, что я хочу отдельно сделать столовку, отдельно сделать кухню, наверное, именно кухню мы переделаем, и плюс, наверное, мы сможем купить беговую дорожку, потому что якобы мне сказали, что она худеет только на беговой дорожке, хотя, по-моему, она и так уже похудела, не знаю. Может быть, я не обращаю на это внимания. Я, короче говоря, подумала, может быть, нам сделать что-то типа столовки отдельной от дома, помните, как я строила дом? Для летних я строила, по-моему, дом, и у них была как раз кухня с панорамными такими окнами, было очень классно. Хочу, наверное, что-то похожее сделать, потому что у нас огромный участок, и он пустой, он реально пустой, поэтому нужно с этим что-то сделать. Я, наверное, знаете, прям сделаю арочки такие, прямо арочку до моей столовки. Как и вы знаете, я не заморачиваюсь обычно, когда просто играю, но поскольку у нас все-таки повышается статусность нашей звезды, хотелось бы, конечно, сделать ей покруче место, где она живет. Так, ну и в целом внутри я тоже хочу панорамные окна. Я думаю, вот так, чисто открытая будет одна часть столовки. Будет, я думаю, смотреться очень классно. Даже не знаю, может, сюда какую-то какую-то зеленушку добавить? У нас же есть всякое такое. Главное, чтобы нам денег хватило, а то я сейчас размахнусь, как обычно. Ну-ка. Во! Экономия денег с помощью читов. Это мое все, да. Нет, ну а что? Если так можно сделать, то почему бы и нет? Никто даже не догадается. Смотри, вместо, не знаю, сколько тысяч долларов я потратила совсем чуть-чуть. Короче, если нам не хватит денег, если нам не хватает денег на нормальную кухню и на нормальную столовку, мы, я думаю, с этим разберемся. Сначала давайте сделаем кухню, потому что это самое, как обычно, дорогое. Это так классно, что у меня все из черного цвета. Теперь осталось, правда, поставить плиту. Плиту сюда можно какую-нибудь воткнуть. Блин, она прям... Я прям, видимо, скачала какой-то комплект чернушной кухни. Она вся прям одинаковая. А, и она только черная и черная с красной полоской. Не пускай будет просто черная тогда. Можно будет просто поменять пол здесь немножко. Но выглядит оно пока что очень черным. Прям даже слишком черным, я бы сказала. Мне пришла идея сделать белые стены в кухне, потому что она вся черная. Было бы, наверное, логично, да? Я просто жутко загорелась идеей, которую мне сам Sims подкинул, что, типа, можно устроить званый ужин, и теперь я хочу это сделать. Так, ну что-то я уже более-менее сделала, причем у меня даже остались деньги. Учитывая, что я в целом ничего еще до сих пор особо-то и не добавила. Я, наверное, тогда сейчас последним штрихом поставлю какую-нибудь кофеварочку модную, которая не хочет почему-то никуда ставить, потому что ей, видимо, нужен стол. Ну и, пожалуйста, тогда поставлю вот такую кофеварку. Есть у нее какой-то другой цвет? Вот. Поставлю здесь в уголке, чтобы она тут была. И займу вот эту полку, вот эти обе полки, чтобы она готовила вот на этой поверхности, потому что я же не могу ей приказывать, где она будет готовить, правильно? Так не работает, к сожалению. И еще последнее, что я хочу действительно сделать, это на выходе повесить зеркало. И в целом, в целом, пока меня все устраивает. Конечно, можно будет придумать что-нибудь более интересное, ну, со временем, когда будут деньги, потому что вот у нас, например, не на все с вами хватает денег. Ну, зато вот сюда поставила я зеркало, как и хотела перед выходом. А сюда можно картину какую-нибудь шибануть на стенку, да? Вот так. Повесим пока здесь картину. Типа какой-то раритет у нас смотрит на окно. Я пока не додумала, как это доделать, но пока что меня вроде более-менее все устраивает. Я потратила все. Просто вот дай мне только деньги, и я потрачу вообще все. Я реально потратила все вообще. Но зато я полностью теперь довольна. Все, нужно засейвить. Не дай бог, что-нибудь вылетит, и это не сохранится. Фух. Я надеюсь, ты довольна. У тебя теперь более-менее приличный дом. Хотя с опущенными стенами это выглядит не очень. Вот так я сделаю. Возможно, тут не доведено все до лоска, но, тем не менее, денег все равно нет. Деньги закончились, и нужно что-то, нужно брать новую работу уже. Беговая дорожка. А, про нее я забыла. Ну, вот видите, видите, похудение, это не самое главное. Видимо, если я забыла, значит, оно и не нужно. Вот и все. Давайте возьмем какую-нибудь новую работу. А, мелодии города. Ну, мы же не участвовали никогда. Репетировать романтические сцены. Изучить игривое настроение. Ну, игривое настроение изучить, мне кажется, это очень просто. Самое простое, что можно сделать. У Чичу вроде есть подписчики, но как-то они, видимо, отвыкли от котиков. Или, наоборот, слишком привыкли к котикам, что особо его, в общем-то, никто не лайкает. Марго, уровень вашего навыка притворства находится на пике. Похоже, что это лучшее, на что способен человек. Такое ощущение, что они издеваются, знаете, надо мной все время. Игривое настроение, но пока я чувствую... Все, очень игривое. Зашибись. Что мы можем очень игриво с тобой сделать? Можем поиграть в ванне. Игриво можно попридумывать шутки. Хоть что-то приятное с полезным совместим. Так, предлагаю поиграть с Сукацкой. И нужно улучшить навык на пани... Ну, это легко. Это все абсолютно легко звучит. Сейчас меня обязательно кто-нибудь куда-нибудь в гости позовет. Когда я буду ложиться спать, небось, как обычно. Не умеют, они выбирают подходящее время. Ой, смотри, котик тоже очень игривый. Давай поиграем с ним еще. Кот просто прекрасен. А с ним можно изучать любое настроение. Кроме злого, конечно же. Так, ну что, она у нас игривая. Но, к сожалению, надо пойти спать. Ну, я думаю, мы потом, если что, восстановим игривое настроение. В этом нет никакой проблемы, мне так кажется. Опять при пену Ивана поиграем с котом. Это так легко. Вот если бы все настроение можно было так легко исправлять. И почему ты горишь, когда здесь никого нет? Автоматический режим. Ну, все источники света. Ну, что ли, электричество тратим зря? Что у нас там? Праздник урожая. Гномы. Что такой злой-то? Что злой-то такой, слышь? А ну, успокойся медленно. Молодец. Давай успокоим этого гнома тоже. Дадим ему фруктовый салат. Теперь они будут рассыпать по всему моему дому. Вот как я устроила званный ужин, когда у меня добы какие-то гнобы гостят. Люди придут и офигеют. Они увидят это и скажут, господи Иисус, что у вас здесь вообще произошло? А я такая, ну не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Вы любите шумиху? Развлекательный бизнес. Мама может сделать вас исполнительную цену. А я, кстати, не знаю. Это же не отменит того, что я звезда? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. А ну-ка верни. А, фу. Я просто бросила карьеру, а не потеряла все звезды. Я реально сейчас испугалась. А, все в порядке. Фу. Я так испугалась. Ну, кстати, я взяла сейчас и все поменяла. Я выбрала другое агентство. Вот так вот и меняется все, видимо, в жизни. Как бы, может быть, ты уйдешь? Я вообще тебя сюда не звала. Отличная компания. Нормально так. Как много интересного у них было, оказывается, в другом, в этом актерском агентстве. Баба. А я все пропустила. Ну, слушайте, я даже не знаю, что взять. Давайте, может быть, шериф? Предлагаю выбрать то же, что я, наверное, и выбрала. Давайте, вот у меня было мелодии города. Как-то странно, я внезапно заработала деньги. А за что мне дали деньги, если я не работала? Неизвестно. Неизвестно, очень странно. Но мне это нравится. Поздравляю с получением работы. Думаю, вам понравится. Ой, Акшара, я прям бросила ее на пару часов. Так случайно получилось. Психанула немножко. Так, а репетировать романтические сцены? Кстати, вы мне написали про драматические сцены, что, типа, я их не могу репетировать, просто потому что у меня навык актерского мастерства не на высоте. А когда он будет на высоте, все будет в порядке. Я предлагаю, кстати, еще раз, знаете, что сделать? Изменить внешность. Знаете, что, изменим еще раз внешность. Немножко сменим стиль. Знаете, типа, мы покинули агентство, чтобы привести свои мысли в порядок, нам хватило 20 минут, и мы немножечко внешне поменялись. Ну, все, видите, она же похудела. Я же говорю, а вы говорите, не работает, не работает. Все прекрасно работает. Все замечательно сработало. Я только сейчас подумала, что мне хочется как-то дерзануть, знаете, прям что-то такое с ней сделать. Много интересного у меня есть. Много интересных вариантов у меня есть. О, я вообще поменяла Марго. Я знаю, что кто-то из вас будет сейчас максимально этим недоволен, но мне прям очень что-то сильно захотелось ее резко как-то изменить. Ну, просто супер. Вот, серьезно, мне все устраивает. Может быть, вас не устраивает, но мне все равно, потому что это моя звезда. Марго, вы интересная личность. Знаешь что? Пошел в задницу. Я уже согласилась на какую-то работу внезапно. Поехали в музей. Одни поедем. Мы там познакомимся с кем-нибудь. Надеюсь, интересный музей, если это супермодное место. Прям даже интересно, что там в этом замечательном музее можно посмотреть. Что из этого музея? Это и есть музей, да? В котором самый грустный первый этаж, который я когда-либо видела. А могу я что-то начать с тобой репетировать? Я, конечно, понимаю, что вроде как не звезда. Наверное, я вообще не могу. Кто из вас? О, настоящая звезда. Короче, мы с ним на одном уровне, на одной волне. Соответственно, вероятно, мы с ним сможем порепетировать. Гладкое выступление. Как были прочитаны эти строки. А какой взгляд? Я сейчас лишусь чувств. Невероятно. Мы действительно это сделали. Можно сыграть романтическую сцену за чаевые. Все посмотрят. Как раз все порадуются. Пара поклонников попадает в обморок. Мы просто белиссимо. Белиссимо. Сделали все прекрасно. Ну, как бы музей такой, знаешь, очень интересный. Ну-го, посмотрим на то, что тут есть. Положить в багаж. Такая подошла в музей. Мне это нравится. Все, что не приколочено, и забрала с собой. Давай-давай, позируем. Всем подряд. В чем нам что? Лень? Мы готовы сиять в блеске славы. Любит папарацци. Да, ну, блин. Ну, вот. Слушайте, как можно обрести такую новую черту, два раза попозировав папарацци? А, Марго привыкает к вниманию и хочет выжить максимум. Когда она появится на публике, больше папарацци будут ее фотографировать, и шансы на улучшение репутации вырастут. Ну, что ж, пока. Очень было весело мне здесь. Я пойду. Господи, она, ты посмотри, как она несет себя. Боже мой. Да, я звезда, да, я такая. Заносчивая какая-то она становится. Праздник урожая прошел ужасно. Почему ужасно-то? Гномов покормила. Гномы семена раскидали. Что еще надо было? Все, праздник урожая закончился, поэтому я продаю все растения и продаю все гномов. Что-то они в этот раз терлись только у моего телевизора. Чуть странно. Ой, кто такой у вас-то праздник. Ну, негодости. В смысле у вас-то? У тебя был хороший праздник. Да, мне кажется, она вообще никогда не будет ходить есть в столовую. Хорошо, что хотя бы если я людей каких-то приглашу к себе, она все-таки туда сходит. Потому что, по всей видимости, пока она не хочет. То есть, она просто ест на диване. Везде, кроме кухни. И оставляет тарелки. Ну, как же? Я до сих пор не понимаю. Знаете, что меня интересует? Вы, мне кажется, рассказывали, как можно на какую-то там благотворительность съездить. Может быть, я наконец-то смогу это сделать? Нет, смотрите, вот в сети нету ничего, чтобы с этим было связано. Возможно, просто пока я не могу это делать. Мне кажется, это где-то здесь должно быть связано. И вот тогда я смогу, ну, ездить, куда вы хотите. Понимаете, сейчас это явно не работает. Церемония. Церемония, кстати, смотрите. Церемония Starlight проходит в воскресенье. В студии ПБП. Мы должны туда обязательно сходить и получить свою награду. Потому что уже пора нам прокачиваться. Когда наша работа-то? В субботу? Только в 19.00? Как много времени мне дали. Марго, хотите ли сходить до свидания? Ой, Григорий, ну, конечно, хочу. Ну, что ты за вопрос-таки задаешь? Конечно, хочу. Мы же все-таки встречаемся, хоть и видимся очень редко. Ммм, танцуем без музыки. Опять диджей сфалил. Да что ж ты? Ну, что ж, пойдем тогда заказывать напитки для группы. Какой-то аварл... Аварл... Да что ж, не выговорить. Все, не могу. Не знаю. Какой-то что-то очень вкусное, наверное. Что? Думаю, пора прощаться. И, пожалуйста, не звоните мне больше. Как же это так это? Но я же бы просто сделали в уху. Я не поняла, как это произошло. Я позвала его на в уху. И что, и все? И он обиделся? Я не поняла. Я не поняла этого. Короче, придется воспользоваться в следующий раз звездной маскировкой. Чтобы меня никто не доставал. Потому что, по-моему, Григорию не понравилось данное свидание вот совсем. Хотя я не знаю почему. Я старалась. Просто меня облепили со всех сторон. И я опять ничего не смогла сделать. Это было очень грустно. Я его, по факту, бросила там. Одного. Хотели бы выпить... Ты только что сказал, не звони мне. Нет. Давайте теперь что-то романтическое отыграем. И после этого предлагаю устроить... Сходить на церемонию Starlight. А потом устроить какой-то грандиозный ужин. Позвать всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех. И... Приготовить что-то, вероятно, вкусное. Потому что они еще не знают, насколько вкусно я готовлю. И... Ну, в смысле, и я тоже. Марго и я. Мы великолепно готовим. Я не умею готовить изысканные блюда. Но кому-нибудь... Кого это волнует? Какие-то бледнолицые все. Смотри, какой-то он прям белый. Может, он зомби? Забавно, что про вампира я подумала в последний речь. А вдруг он реально вампир? Что он такой бледный? Что все такие бледные? Загорайте побольше. Вы живете в самом солнечном городе, блин, где живут звезды. Грейтесь и загорайте в лучах их славы. В чем ваша проблема? Господи, как много здесь сцен. Как бы не описаться на сцене, пока я это делаю. Ну все, мы красавцы. Срочно сбегай в тубзик, пожалуйста. Быстрей. Давай. Хорошо. Блин, не смогли сходить в туалет. Ну как так? Не получили ничего. Просто реально за рабочий день я ничего не успеваю сделать. Нам просто буквально дают час. Вы знаете, что съемки так не работают? О, когда там, кстати, это Старлайт? Секунду. Оно у нас... А, 18.00 будет. Хорошо. Мы до этого времени успеем себя привести в порядок. И я так понимаю, нам нужно просто туда приехать. Поешь гренки, пока они не испортились. Кушай их в процессе того, как они... Не кушай это больше. Взять в семью еще кошку. А что, они все стерилизованы? А, Рэми не стерилизована. А вдруг я хочу маленьких котят? Давайте возьмем Рэми. Хотя она немножко выглядит пришибленной, но... Какая прелесть! Мы взяли еще одного кота. Ну, кошку, в смысле. И причем не стерилизованную. А что, я могу купить? Я видела кое-что. Купить ветеринарную клинику. И сколько это стоит? О, 79.000! Понятно. Какая там покупка? Сделаем вид, что мы ничего не планировали, в общем-то. Рэми проказливая кошка. И что? Отчитай немедленно. У тебя есть миска. Вот из нее и ешь. Вы же будете друг с дружкой общаться? Почему вы шипите друг на друга? Типа мисочка. Господи, миску одну оставила на двоих котов. Ну, глупая, нет? Ты что, смотришь? Ты смотришь, что делает Рэми? Тоже теперь говнишь? А ну-ка, перестань. Кажется, я взяла говнистую кошку. Но что ж теперь? Ну, что ж теперь? Что я теперь могу сделать? И ничего, к сожалению. А, церемония! Церемония! Господи, мать моя родная, я почти забыла про церемонию. Я только сижу, и думаю, все в порядке. О, как же можно было забыть про церемонию Старлайт, ну капец. Так, Холли Альта получает премию Старлайт. А я, а мне? Марго превосходно справилась, как лучшая актриса. Получили какую-то премию. Шикарно. Разместить свою плитку с именем. Что сделать? А как? Станьте супер-пупер-звездой. А-а-а! Это прекрасно, дорогая. Мы можем ехать домой. Мы получили свое, что хотели. Можно свалить отсюда. Знаешь, я довольна, я довольна. Мы реально получили награду. Это реально супер. Это просто супер-пупер. Вообще отлично. На полку поставим награды, ну. А я хотела поставить награду, а на ее и нету. Ну, как-то я не поняла, как это произошло. Вроде награду получили, а с собой я почему-то ее не забрала. Ой, что, что, что за звук такой был? Я же просто безупречная. Ой, да я просто ангел. Безупречная репутация. Друзья будут прощать ей любые социальные недосчеты. И не буду строгое судить. Марго получает возможность устраивать свои собственные благотворительные банкеты. Пригласите других благодетелей. Отлично повеселитесь, собирая деньги на благие дела. Дети не получат все разнообразные преимущества, пока не станут подростками. Ага. Короче говоря, я могу сделать благотворительный вечер. Ничего себе. Организатор. Марго звезда, конечно. Я тогда предлагаю позвать абсолютно всех, потому что... Не имею ни малейшего понятия. Ну, кого-то я напозвала. Специалист по кейтерингу. Я понятия не имею. Резиденция. Господи, где-то можно будет собрать это все. В нашем доме. Выбрать время события. 20.00. Я ничего не поняла, что сейчас произошло. Вероятно, ко мне придет куча людей и будут что-то жрать в моем доме. Видимо, так это будет. И жертвовать на благотворительность. Я правильно поняла? На всякий случай, поставила барную стойку, потому что я все равно ничего не понимаю. Ну, хорошо. Придут какие-то люди. И надеюсь, что они пожертвуют благотворительность. Потому что вот она-то самая благотворительность. Возможно, теперь каким-то макаром через сеть я и могу что-то сделать. Нет. Короче говоря, я могу устраивать вот такие вот вечера. Вы там как? Подружились? Нет? Не пойму. Подружились они? Не подружились? Рэми злая. Вот все. Взяла кошку. Был нормальный кот. Добрый, жирный, ласковый. Взяла кошку. Она учит его переворачивать баги. Пугается всего. Шипит. Да-да, Кис. Прям один в один, как ты. Мы можем приготовить грандиозный ужин. Например, ужин с индейкой. Почему бы и нет? Приготовим этот ужин, поставим его на стол. О! Ушла отсюда! А ну наказать! Мы подорвали на вас подписающие роли. А? Ну мне некогда. Еще раз. Еще раз. Еще раз. По-моему, она ничего не понимает, да? Засранка. Села там беспалевно и сидит. Ой, достижения. Главный шеф-повар. Нифига себе. Да, извините, но мне надо срочно отчитать. Нельзя запрыгивать на столешнице. Рэми теперь знает. Слава богу. Хорошо. Давайте возьмем еще немного. Ну, пожрала немножко кошка. Мы же никому не расскажем на этом званом ужине, что было здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое? Мне только и приходится ее отчитывать бегать. Ну, что ты будешь делать? Ну, какой же кошмар. Господи. Просто не кошка, а катастрофа. Взяла целую катастрофу. Был чичу нормально. Нет, мне захотелось ей подружку. Так, ну, вроде они уже кушают, сидят на моей кровати. Какой-то очень такой напряженный вечер, ты знаешь. Рэми защитится территорией. Она не очень жалует незнакомцев. Так, у кого бы попросить? Слушай, может быть, ты сделаешь большое пожертвование, раз мы как бы встречаемся. Как насчет денег? Деньги, деньги, деньги. Давайте, давайте. Давайте, а что вы тут собрались-то? Попросить немного долг? Нет-нет-нет, я просто буду просить. Так, вроде я собираю какие-то деньги. Так, вроде все пока хорошо. Только я вообще ничего не успела. Кошмар, какое быстрое мероприятие было. Я вообще ничего не успела. Ваш панкет прошел на ура. А, вы уверены в этом? Гостям очень понравилась ваша благотворительная акция. Они наградили вас сертификатом в рамке и памяти о настоящих делах. Хорошие. Вот осталась я и куча небытых тарелок. Не, ну что-то мы сделали. Мы собрали вроде как бы, собрали кучу денежек. Это же хорошо. Сколько смогли, столько, конечно, собрали. Это достаточно тяжело. Вообще-то они должны сами пожертвовать. Жертвы, точнее, денежку. Почему я должна ходить и попрошайничать об этом? Осталась развлекуха с прошлого вечера. Она пьет два коктейля сразу, правильно? А нас никто не видит. Не вижу никакой проблемы. А почему вы вместе-то не играете, собственно? В шом проблема. Какие-то вы странные. Чего вы не играете вместе? Я взяла второго кота, чтобы вы играли вместе. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Говорят, футболки с символикой фестиваля просто отпад. Предлагаю сходить на фестиваль и купить парочку. А на фестиваль? Ну го, поехали. Чего на фестиваль? Я думаю, на сегодня мы как раз на фестивале сейчас и закончим. Сейчас посмотрим, что там можно купить. Повеселимся немножечко. Пожрем, пожрем, безусловно. Без этого вообще никуда. Без этого ни одно мероприятие не должно обходиться. И, в общем-то, наверное, все. Нам, мне кажется, осталось еще раза три, наверное, выступить. И мы станем суперзвездой. И достигнем, кстати, цели нашей жизни. Я бы, наверное, сразу выбрала. И в целях жизни можно же выбрать зелье бесконечное. Я бы выбрала, мне кажется, еду сразу. Так, круть! Где купить что? А я еще бы хотела бутерброд с овощами. Хочу покушать, я голодная чуть-чуть. Вроде как меня теперь никто не узнает, да? Это что такое? Это что-то интересное. Да, игра, блик-блок. Купить футболку. Купить и надеть футболку, естественно. Что, зря покупать я буду? Вот это... Вот эти вот мероприятия для умных, они такие простые. Купила футболку и все. Мероприятие на золото выполнено. Нужно что-то потеть, делать. Так, мы сейчас полетим. Кажется, в космос у нас будет космическое в уху. По-моему, у нас ничего не получается. То ракета улетела, то... Ну, тогда я просто похвалю тебя, скажу. Ты старался. И, 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 и... Поцелуй его под омелой. That's all I can do. Мне просто нечего больше предложить ему. Как она не замерзла? Тут серьезно все сумасшедшие какие-то. Все ходят с голыми руками. Не холодно ли вам? Я хочу поиграть в блик-блок. Это как так? Это какая-то прям капсула, да, с блик-блоком? А почему у меня такого нету? Охренеть, смотри. Но! Она заболела. Конечно, фу... Я же не думала. Я думала футболку наденет под пуховик. А не, блин, просто так наденет ее. И будет мерзнуть. Это же очевидно было, что она заболеет от этого. Ну, Марго, ну ты, конечно... Ну, просто фантастика. Ну, вот я даже не знаю, что еще сказать тебе, понимаешь? Смотри, они спят вместе рядом. Какая прелесть. Ань, да что ж ты делаешь? Опять ты дерешь лоток. Фу, дерешь... Царапаешь диван. Ну, что ж ты? Может быть, она, кстати, отучится. О, Рэмми знает, что нельзя царапать мебель. Ну, слава богу. Я думала уже... Самая невоспитная кошка на свете. Ну, ее можно было воспитать. Знаешь, вот это прекрасно. Это действительно хорошо. Я думаю, что можно подать какой-нибудь ужин. Запеканка с тунцом и убрать ее. Потом в холодильник опять потихонечку кушать. Ну, в целом, смотрите. В четверг в 12 у нас... Это актерское агентство Баба дает по два, блин, по три дня, чтобы подготовиться к фильму. Мне определенно оно нравится. Я могу так вам сказать. Что в целом, в целом, я думаю, нам не так уж далеко осталось до настоящей звезды. Наверное, серии все-таки две. И на этом мы будем с вами уже заканчивать. Думаю, на сегодня тоже можно уже заканчивать. Потому что, в целом, мы с вами добились всего, что сегодня хотели. Мы получили с вами награду. Мы устроили благотворительный ужин и сделали у нас сегодня... У нас с вами прекрасная репутация. Это замечательно. Посмотрим, может быть, какие-то интересные занятия мы придумаем в следующий раз. Может быть, куда-нибудь сходим. Может быть, будет какое-нибудь интересное мероприятие. Может быть, еще немножечко позируем. Или получим какую-нибудь награду. Было бы, кстати, достаточно прикольно. Получить еще какую-нибудь награду. Которая, кстати, до сих пор я не поняла, куда исчезла. Я вроде как ее взяла, но в багаже ее нет. Если вы знаете, что произошло, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, а с вами была Лисна Роллс. Это был 74 Пучка Шла. Мы увидимся на следующей неделе в таком же монтажике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok